Здравствуйте, друзья! В одном из предыдущих видео мы осветили тему страхования в Германии и детально разобрались, какие полисы действительно необходимы и важны в Германии. В сегодняшнем выпуске мы завершим начатую тему и огласим список страховок, от которых лучше держаться подальше. Так что в конце этого видео вы разберетесь в этом непростом вопросе. Звучит интересно? Тогда поехали! Итак, а теперь все по порядку. В целом все страховки в Германии можно разбить на четыре категории. Первая категория это страховки, предписанные законодательством. К ним относятся страхование здоровья, автогражданской ответственности, а также обязательно пенсионное страхование. Вторая категория это по-настоящему необходимые страховки и к ним однозначно относятся Privat-Haft-Flicht-Fersicherung, то есть страхование личной ответственности. Если бы случайно повредите чужое имущество или нанесете травму другому человеку, эта страховка покроет финансовые затраты и возмещение ущерба или компенсацию потерпевшему. Она доступна уже от 5 евро в месяц. Третья категория это страховки, о которых ситуативно можно задуматься. К этой категории можно отнести страхование от потери трудоспособности Berufs-Unfähigkeits-Fersicherung, предназначенной для вашей защиты в случае потери трудоспособности из-за болезни или травмы, которая мешает вам работать. Более подробную информацию о полезных страховках вы найдете вот в этом видео. И наконец четвертая категория это страховки, которые лучше обходить стороной. И теперь давайте поподробнее. С одной стороны толстая папка со множествами полис и договоров страхования может дать вам чувство спокойствия и уверенности. Но с другой стороны, каждая страховка стоит денег и она не всегда защищает вас так, как вы этого хотите. Поэтому наш совет. Не оформляйте страховку слишком быстро, а тщательно обдумывайте каждый договор, действительно ли он вам нужен. Полезно подумать о расходах, которые вы понесете в случае страхового случая. Если бы вы могли оплатить расходы из своих сбережений, вам не понадобилась бы страховка. Пример. Если ваш любимый мобильный телефон сломался, это конечно досадно. Однако покупка нового смартфона не доставит вам экзистенциальных трудностей. Поэтому страхование мобильного телефона является абсолютно излишним. Другое дело, когда ваш дом горит. В таком случае без страховки домовладельцев вам грозит финансовый крах. Итак, вы можете обойтись без следующих страховок. Первое это капиталь und von gebunden Lebensversicherung, то есть капитальное или паевое страхование жизни. Из-за низких процентных ставок и высоких затрат на управление и обслуживание фонда, этот вариант не стоит приобретать. Также новые индексированные полисы не очень привлекательны при повторном взгляде. Но существуют альтернативы пенсионному обеспечению помимо страхования. Например, сберегательные планы ETF, сокращенно от Exchange Traded Fund. Представляет собой инвестиционный фонд, который торгуется на фондовой бирже и отслеживает широкие портфели активов, таких как акции, облигации или сырье. Таким образом, ETF это способ инвестировать в различные активы без необходимости покупать каждую отдельную позицию отдельно. Таким образом, сберегательный план ETF предлагает экономичный, гибкий и диверсифицированный способ накопления в долгосрочной перспективе. Однако, следует понимать, что это все же связано с определенными рисками и что необходим тщательный выбор правильного ETF. Если эта тема будет интересна нашим зрителям, мы осветим ее более подробно в следующих выпусках. Просто оставьте комментарий под этим видео. Страхование жизни детей, которое обычно оформляют родители или бабушка с дедушкой, часто является дорогим и негибким вариантом страхования. Так как речь идет о детях, маклеры с удовольствием продвигают этот продукт в эмоциональной обертке. Обычно имеет смысл вкладывать деньги самостоятельно. Амбулаторное дополнительное страхование ambulante zusatzversicherung. Имеет смысл только в том случае, если вы хотите часто использовать альтернативные методы лечения. Однако, ежегодное возмещение обычно ограничено, и многие медицинские страховые компании теперь предлагают обширные дополнительные услуги по гомеопатии, альтернативной медицине и остеопатии. Reichschuldversicherung и кредитаусвальversicherung. Или страхование остаточной задолженности, или страхование дефолта по кредиту. Особенно для небольших кредитов в рассрочку, такое страхование является крайне нерентабельным, и во многих случаях вообще не работает. Schterbegeldversicherung. Страховка на случай смерти, то есть на похороны. В случае смерти за страхованного лица родственники получают деньги из страховой выплаты на похороны. На самом деле, разумнее копить деньги на похороны самостоятельно. Потому что страховка дорогая, и родственники часто получают даже меньше денег, чем было внесено в страховку. Классика жанра страхования мобильного телефона. Страхование мобильного телефона часто стоит дорого и исключает многие виды ущерба. Кроме того, некоторые из ваших мобильных телефонов также покрываются другими страховками, такими как страхование домашнего имущества и страхование личной ответственности. Поэтому лучше отказаться от страховки и оплатить ремонт самостоятельно. Страхование здоровья животных. Медицинская страховка для вашего питомца стоит неоправданно дорого, и не покрывает многие расходы или покрывает их только частично. Кроме того, большинство процедур для собак и кошек не настолько дороги, чтобы разорить вас в финансовом отношении. Имеет больше смысла, чем страхование здоровья животных ежемесячно откладывать немного денег на последующие визиты к веритеринару. Глазбрухферзихерум. Страховка от разбития стекла. Многие повреждения стекла уже покрываются страхованием личной ответственности, жилого дома или домашнего имущества. Так что эта страховка, скорее всего, избыточна. Страхование очков обычно продается в пакете с другими страховыми полисами, но можно обойтись и без индивидуальной страховки очков. Суммы возмещения обычно ограничены, часто между 100 и 300 еврами каждые два года. Лучше копить деньги на новые очки, чем платить страховые взносы. Страхование багажа. Во многих случаях страхование домашнего имущества защищает багаж во время отпуска. Например, если его украдут из гостиничного номера или вас ограбят. Авиакомпания несет ответственность за повреждение или утерю чемодана во время полета в отпуск. В случае пакетных туров ответственность несет туроператор. Поэтому мы считаем страхование багажа абсолютно излишним. Надеемся, что мы смогли помочь вам этим обзором. Если это видео было полезно для вас, тогда обязательно подпишитесь на этот канал и поставьте лайк. Таким образом, вы поддержите эту инициативу. Это совершенно бесплатно. Желаем вам всего наилучшего!